как меня слышно сейчас мир вам сейчас позвоним еще слышно хорошо слышно рад всех видеть так все начинаем по имя Отца и Сыни Сибири по небесным душам и звездам и святой памяти сокровочен и жизнью покажет и видеть и очистить все мир Испатьи благослови, ищи жи, ищи жи. Просто бери. Боже славей наше занятие. И не попусти. Не направь на мертвые воспринимания. И будь сегодня в этом мире с нами. Тебе слава, и все и все и все. И не вовремя. Аминь. Продолжаем. Писание. Иван Грета Иоанна. Майя глава. 28 по 29 стих. Тогда Иисус возгласил в храме, учая говоря, и знаете меня, и знаете откуда я, и пришел не сам от себя, но истинный пославший меня, который вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Когда вот тот он говорит, не знаете меня, и знаете откуда я, он имеет в виду плоское. То есть они знают, как бы по-своему это. А потом говорит, что говорит, не знаете от... не знаете пославшего меня. Толкование. Истинный не захотел бы послать обманщика и лжеца, но вы не знаете пославшего меня, не признаете его делами своими. То есть мы Бога признаем не столько просто признанием там верой, к примеру, верую, я просто верю, что вот эта церковь православная, здесь истина, там Бог настоящий. Мы его не признаем, на самом деле это Бог как признание не принимает. А мы вот здесь считаем, что признанием принимает он делами своими. То есть мы когда дела делаем веры, тогда мы признаем именно Бога. И вот иудеи, они не признавали Христа, потому что дел не имели божественных, которые по заповедям. И поэтому они не признали сына. Продолжает лукование читать. Ибо в знании бывает незнание, как говорит апостол Павел. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Тит 1.16 И вы, иудеи, не знаете от самого по причине злых дел ваших и по весьма злому намерению. А я знаю его, ибо знать его мне не препятствует ни злое намерение, ни противные ему дела. Я от него, то есть из него, ни от иной сущности, не чужой ему. И он послал меня. Здесь ясно указывается два естества во Христе. Словами я от него существо божеское. И словами он послал меня человеческое. Ибо Сын Че Божий называется посланником, как и рабом Божьим по человечеству. Да, вот это всегда в Писании надо разделять. Писание всегда показывает и божественное, и человеческое естество Иисуса Христа. И он сам так о себе говорит. И мы ничего не должны добавлять этому и прибавлять. И церковь так и сделала отцы. Они ничего не добавили, не прибавили, ничего не смешали, ничего не разделили. Как есть, так и есть. То есть, как Господь себя явил полным, в полной мере человеком. И в полной мере божеством. это очень важно понимать, чтобы мы по-своему не додумывали, чтобы мы не представляли Христа каким бы там особенно любвеобильным, как его представляют сектанты и сейчас современные православные тоже. И я так помню тоже. Просто навязывал себе такое о нем мнение, читал, и как бы на сердце мне так сразу тепло остановился, что он как бы такой любвеобильный. Но это ложь дьявольская. Только ту любвеобильность, которая ему приписывается, ничего вообще не имеет с божественной любовью. Божественная любовь, она непредвзято, истинная, она не терпит греха, она его пронизывает и отделяет от человека. Не может человек оставаться, пребывать в любви Божьей и оставаться с каким бы то ни было грехом. Осознанно, конечно же. Потому что многие грехи мы, возможно, мы многие делаем неосознанно. И Бог, конечно, делает на это скидку, однозначно. Но и Он открывает этот грех. А те грехи, которые в Писании написаны, которые и так известны, если человек в них осознанно пребывает, то он просто истит, он никакой любви Божией и нет ничего. Да, мир тебе, брат. Продолжаем. Иван Глядьев Иоанна, 7 глава, 30 по 31 стих. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел часа бы. Многие же народу уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? То есть народ видел, что вообще очень много знамений так было сотворено и фактически Господь столько сотворил чудес и знамений, что Он отнял всякое оправдание у тех, кто в Него не уверовал. Ну, потому что оно действительно, ну, кто может воскресить, воскрешать из мертвых? Ну, Он воскресил. Какую силу Он имел, то есть Он и какую власть Он показывал. Ну, то есть, действительно, надо было занять седалище Моисеева, чтобы, как бы, для них они понимали, что пришел как бы наследник, вот как в этой притче о виноградаре, когда послал, ну, начальник насадил виноградарь, виноградник и виноградарей направил, то есть, это священники виноградарей, и они должны были следить и поставлять плод, а плода все не было, и Он рабов посылал своих пророков, и они кого убили, кого побили, ну, и Сына тоже послал, подумал, подумал, что, ну, Сын, Сын же имеет слово больше, чем Рабы-то, то есть, постыдятся Его, и вот Сын человеческий пришел и имел непосредственно Божеское Слово, сила Его Слово была такая, что, к примеру, мытарь сидел, всю жизнь он был видимым мытарем, и к нему сказали, следуй за Мною, он встал и пошел, то есть, надо представить, какую имел силу Слово Господь, если человек, мне кажется, исполнял заповеди, то только он увидит и услышит Слово Божие, то есть, непосредственно от Иисуса своему Иисусу скажет лично обратиться, и он сразу пойдет за ним, а как, а на кого это так не действовало? Он не действовал на тех, кто посчитал, что это его виноградаре, ой, виноградник, то есть, священники, они посчитали, они уже привыкли, они не хотели отдавать, они видели, что он имеет власть, и он лишает их власти, и он действительно их лишал власти, но как лишал, они бы, те священники, которые бы его приняли, те бы стали бы священниками новозаветными, то есть, большего бы приобрели, но они вот задержались в злобе своей, в неисполнении, вот в этом, то есть, корысть, то же самое и сегодня, по сути, уже пришел виноград, этот сын виноградар, его убили, и он воскрес, и он уже дал такие знамения, то есть, что он воскрешение, нет больше этого знамения, что он воскрес, то есть, это суть христианцев сама, что около 500 человек видели его воскрешен, и это по всему миру разнеслось, и в это все веруют, если воскрешения не было, то ничего не было, то есть, это обманщик, именно воскрешение речь, и воскресение невозможно опровергнуть никак, даже историки говорят, что по всем, есть, кстати, такой фильм, всем советую посмотреть, называется «Христос под следствием», фильм современный, очень интересный, смысл такой, в этом фильме, в общем, показывают семью, там, ну, время современное, муж, какой-то репортер, там, какой-то там, в газете, ну, известный, умный, умный, он там, всякие дела, любые раскапывает, там, ну, такой, прям, такой пустой, и жена у него, и жена у него веровала во Христа, там, как бы обстоятельства были такие, и, муж стал ревновать, то есть, ну, к этому, к Христу, говорит, ну, она там храм начала посещать, начала там молиться ему, и он ей говорит, ну, как, ты же обещал, что ты мне верная, а ты, говорит, Иисуса своему, она говорит, да я тебя, говорит, больше еще люблю, когда я, говорит, Иисуса нашла, ну, и, в общем, он никак успокоиться-то не мог, у него там связи большие, с научными кругами, и ему человек один умный говорит, ну, ты, говорит, смотри, ты же, говорит, умный, она у тебя умная, ты, говорит, самая, говорит, суть христианства, это воскрешение, ты, говорит, ты должен, говорит, доказать, что воскрешения не было, потому, ну, ты, говорит, умный человек, ты понимаешь, что это невозможно, ты, говорит, ей это докажешь, и все, она перестанет веровать, а, ну, еще до этого он пытался, как бы, ее опровергнуть, начал писание пытаться, опровергнувшие, его там переписывали тысячу раз. И он обращался ко всяким историкам, и историки ему говорят, говорят, ну, если, говорят, ну, как бы он говорит, ну как, ну, переписаны же. А они ему говорят, ну, мы тоже считаем, что мы не верим в это, мы не сами неверующие. Но, говорит, если брать исторические источники, то самый, говорит, сохранивший источник больше всего, то есть там тысячи всяких фрагментов найдены, и все, говорит, совпадают. И там ошибки, то есть искажения, что-то там очень маленький процент. И там, говорят, в неважных вещах. А, говорит, мы знаем там более, тоже другие источники, там Гомер или Аду, там 30% искажений, и мы считаем это достоверным. А, говорит, Библия сохранилась вот на столько-то процентов, ну, то есть, там прям 2-2% искажений, ну, как бы разночтений. То, говорит, это самый, говорит, достоверный из всех документов, которые, говорят, пока есть, как история признает историками. Ну, в общем, он попробовал, и у него здесь ничего не получилось подкопать. В итоге, потом начал он бить по той теме, что по воскрешению ему подсказали. И вот он, вот этот весь фильм, это воскрешение пытается опровергнуть. И тут 2 или там сколько-то вариантов того, что это было. То есть, либо это был заговор, то есть, учеников Иисуса Христа, то есть, он 2 развивал теории, потому что других больше невозможно, если... Либо это была массовая галлюцинация. И, в общем, он обращается к там ведущим мировым психологам, и вот этот вопрос им задает. Ну, как? Вот они около 500, что ли, там, человек, не помню, в общем, увидели Христа. Ну, и психологи разбивают, говорят, что массовая галлюцинация, говорят, я, говорит, не верю тоже в Христа, но, говорит, массовая галлюцинация исключена. Да. То есть, это невозможно, потому что это, ну, постоянно было. Тоже не получилось. И в итоге заговор. Ну, и тоже он с историками, со всеми, кем можно общаться, умными людьми, и ему говорят, ну, кто, говорит, вот если... Говорит, если, говорит, двое человек знают, знает и свинья. То есть, если, говорит, двое... Несколько человек сговорилось и начали всех обманывать, то, говорит, кто-то бы должен был об этом узнать. Ну, и потом, говорит, кто бы стал умирать за обман? То есть, ну, если люди узнали, ну, они обманули, кто-то будет за это умирать-то? А там почти все они умерли, всех их покрыть практически. То есть, казнили, пытали их, и они за эту ложь умирали? То есть, это невозможно. Ну, и, в общем, весь миллион бился, чтобы доказать о том, что воскрешения не было. Ну, и в конце фильма, кто хочет, можете посмотреть, он говорит, он уже смотрит наверх и говорит, Иисус, говорит, ты победил. То есть, и он уверовал, уверовал, и уверовал в Христа. Ну, и вот о чем я говорил-то. Собственно, ничего, это я уже не помню, говорил. Так, сейчас мы будем с вами. Ну, ладно. Есть ли у кого какие-то вопросы? Что, дополнения какие-то? А, ну вот, веру. Народ-то видел, что, говорит, придет, больше знамений даст. Неужели кто-то больше даст знамений? Ну, нет, невозможно было больше. Христос дал максимальное количество их. И вообще, поражающий просто человека. И только надо быть очень закостенелым во грехах, чтобы это все не увидеть, как это и священники. И сегодня священники пребывают так же. Они такие же виноградари, которые должны давать плод. Но плод только те священники в лучшем положении находились и сегодняшние. Потому что сегодня уже все раскрыто. Царство благодати, Царство Христа. И если они не приносят плод, то еще больше им наказания. Так же и мы. Сейчас гораздо больше. Тогда за грех можно было поплатиться смертью. Сблудил, смертью поплатился. Все, за это... Больше ты за этот грех не ответишь один раз. А сейчас вечная погибель. Когда он счел благовременно пострадать, толкование считаю, то есть пришло приличное и удобное время, тогда он и предал себя распинателем. Впрочем, если слышишь, что многие уверовали, то верой их не была вера истинная, но такая, какая свойственна простому народу, легко переменяющими свои мысли. Вот нам надо тоже понимать, что вот если у нас легко переменяются мысли, то это вот вера-то не та, несовершенная. Действительно, у простого народа такая вера. Ну, они что-то услышат и поверят, потом забудут уже какие-то дела житейские. У нас не должно быть так у верующих христиан. Евангелие Туана, 7 глава с 32 по 36 стих. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и предосвященники служителей схватить его. И Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете и где буду я, туда вы не можете прийти. При всем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еленские рассеяния и учить елены? Что значит все слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете и где буду я, туда вы не можете прийти. То есть, они не понимали о чем он говорит. Толкование. Посему они посылают служителей и таким образом предохраняют себя самих от могущей последующей опасности, а их придают жертву ярости народной. Так они везде соблюдают свои выгоды. Что вы, стараетесь об отшествии моем? Зачем гоните меня? Потерпите немного времени и я взят буду, хотя бы вы и не желали схватить меня. показывая, что смерть его будет не такова, какая у всех вообще. Он говорит, куда я иду, туда вы не можете прийти, ибо если смерть его была общей, исходной со смертью большинства и он должен был остаться мертвым, то он не сказал бы, что вы не можете прийти, ибо в общую смерть мы все приходим. Но как я сказал, желая показать, что смерть его не такова, как у всех, он говорит, что вы не можете прийти туда, где я буду. Словами «будете искать меня и не найдете» показывает, что они будут желать Его. Когда они искали Его? Лука сказал, что многие женщины плакали о Нем 23-27. Вероятно, что чувства испытали и многие другие, особенно когда город был разрушаем, вспомнили о Христе и о чудесах, чтобы желали Его присутствия. Лука 17-22. Говорил он обо всем этом с тем, чтобы привлечь и склонить их на свою сторону. «Рассеянием они называли язычников, потому что они рассеяны повсюду. Ибо иудеи в древности не смешивались с ними, но собранные в одном месте в Палестине поносили язычников за рассеяние повсюду, что вследствие обратилось на них самих, ибо евреи сами сделалось рассеяние». Ну вот хотел бы обратить внимание, вот фарисеи, когда услышали о Нем толке, послали служителей схватить Его. И вот тот говорит толкователь, что они послали сами себя, чтобы предохранить, то есть сами не хотели в этом участвовать, но все делают по своей выгоде. То есть вот это вот лукавство, все делать по своей выгоде. Всегда, вот и мы тоже часто так делаем. Вот если выгодно, мы делаем, если не выгодно, то не делаем. Везде ищем свои выгоды. А вот, по примеру, Игнатий Тихонович, вот он всю жизнь свою положил, нигде свою выгоду не искал. Вот даже вот этот ролик, да, вышел сейчас в Ютубе, я смотрел. Там Алексей говорит, что ему, вот он там делает, вот корова ему ни одна не принадлежит, загоны там эти все. А он каждый год делает эти загоны, каждый год делает эти пруды. Ему это ничего не принадлежит, он это просто для других делает. И, говорит, ему даже, оказывается, сливки там никто что-то не дал, не предложил. Я даже это понять не мог, как так. То есть никакой своей выгоды не ищет. Человек. И поэтому у него такая свобода, поэтому через него действует Святой Дух. Он никак не ограничивает Святого Духа. Потому что именно нас ограничивают, Святого Духа мы сами ограничиваем. Там, любим больше поспать, у нас какие-то свои я есть, то есть какие-то свои там мнения. Это все ограничивает Святого Духа. Даже незнание Писания ограничивает Святого Духа, потому что на что он будет напирать. Вот, допустим, если у тебя нет в Писании никаких, по Писанию никаких знаний, то Святой Дух тебя побуждать будет, а ты не поймешь, на что даже, он тебя не высветит место Писания внутри тебя. И пойдешь в горы в итоге. То есть, человек, многие монахи, они прям будучи видом, то есть, явно святые, ну, читаешь, явно святые, но уходят в горы, и Святой Дух им не открывает насчет того, что они не туда пошли. А потому что они не вопрошают. И даже жития святых есть, там какой-то святой, прям прозорливый, все знал. Бог все открывал. А какую-то ересь имел, представляете? Ну, какой он думал, что Милхиседек, это Иисус Христос. Вот у него такое это было. Но он святой был, и ангелы ему служили при алтаре там. И один там заметили это, один брат, и ему как-то это напомнили, как-то сделали, и он понял это. И потом как бы вопрошает, а почему ангел-то ему не сказал? Столько ему всего открывает, а вот это не открыл. А говорит, сказано, чтобы Господь хочет, чтобы это через людей открыл, чтобы человек сам в это попросил. То есть не открывает просто так. И так же и с монашицем. Люди уходят в горы, и никто не вопрошает по поводу этого. У Варсонофия Великого спросили, как так есть такие святые, которые верили и учили то, что будет конечность адских мук. Но они же святые. И Варсонофий Великий сказал, они, говорит, этому научились от своих учителей, а у Бога не вопрошали об этом. И Бог поэтому им не открывал. То есть мы должны вопрошать у Бога и спрашивать обо всех этих вопросов. Если мы... Тогда Бог будет открывать. Потому что многие мы наследуем ошибочно. И даже в православии сколько вот мощи, да, их разделяют там, кромсают. Если мы считаем это за норму, то в православии никто не вопрошает у Бога. А даже если изучать и Писание, и Жития Святых почитать, явно это не угодно Богу. Никакой святой не желал этого. Наоборот, все было. У кого-то есть что добавить? Не могу согласиться, что Он выгоды не ищет найти. Я уже об этом говорил. Меня слышно? Да, 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 слышно. Он ищет выгоду. Ищите прежде Царство Божие, и правда Его, все остальное приложится Вам. Вот Он постоянно этой выгоды ищет. Высшие выгоды, истинные выгоды. А те выгоды наши земные, они в лучшем случае как бы кратковременные. Да, да. Аминь. Именно такой выгоды Он и ищет. Но вот Христос говорит, куда я иду, вы туда не можете прийти. То есть, Он, вот если бы Он говорил про простую смерть, то смерть-то простую все могут прийти. А Он говорил не простую. Не про простую смерть. И так, вот, смерть, ведь она не такова, как у всех. То есть, вот я в этот момент не очень понял, что он имеет в виду. Именно туда, я пойду туда, куда он не может прийти. Может, он имел в виду на небо, к отцу. Потому что, ну, смерть явно, смерть явно, ну, то есть, всем доступен. И им тоже. Ну вот, смотрите, здесь еще он говорит, что будете искать, меня не найдете. И здесь толковать и говорит, что это речь о том, что когда будут Иерусалим разрушать, тогда вспомнят многие об Иисусе. И так же и у нас тоже. Когда у нас какое-то бедствие происходит, мы вспоминаем об Христе. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 38 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, и кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Исайя 12.3 Иоиля 3.18 Первый день праздника и последний или седьмой называли великими, потому что и закон последний день праздника называл нарочитым, святым. Левит 23.35-36 Справедливо он обращается с речью к народу в последний день и тем, как бы напустить его на обратный путь домой. Ибо, говорит, тем, которые среди дня предавались увеселениям, было бы неблаговременно. Они не стали бы слушать. Иисус возгласил громко, частью для того, чтобы быть услышанным, частью для того, чтобы показать смелость, что он не боится никого. Что же говорит он, кто верует в Меня, как сказано в Писании? Здесь должно остановиться, потом снова читать, реки потекут из чрева его. Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать должен не столько на основании чудес, сколько на основании Писания. Ибо правая вера от Писания я. Посему он говорит, кто верует в Меня, как сказано в Писании, то есть, как Писание свидетельствует обо мне. Именно, что я Сын Божий, Творец, Господь Всего, Спаситель Мира. Ибо многие, по-видимому, веровали, но не так, как сказано в Писании, а как им хотелось. Таковы все еретики. Я от себя добавлю, что и многие современные православные тоже такие. Веруют, как бы и хотелось. Это вот прям проникло очень сильно. Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в переносном смысле он называет сердце, как и Давид. И закон твой у меня в сердце. Псалом 39. Сказал, что потекут реки воды живой, а не река. Сим указывает на обилие и щедрость благодати духа. Ибо дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней, он заставляет и чить обильнее всякого источника. Как у верующих по Писанию из чрева текут реки, сие всякие может узнать, когда обратит внимание на язык Петра, на стремительность Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не останавливало, но они всех увлекали вслед за собой, как реки, какие неудержимы течением своим. Комментарии Игнатихновича. Те, кто делал нововведения в православную веру, какую цель они преследовали? Знали ли они о существовании Библии? Правая вера от Писания. Согласно жития святых, православные часто одерживали победу физической силой, благодаря связям с мирскими властями, прибедали жестокостям по отношению к противникам и к их физическому уничтожению, насаждая свой образ мысли. Правая вера от Писания. Читая деяния соборов, причины расколов, всегда удивляешься тому, что Библия, как правило, не занимала главное место в такие осветственные моменты. Правая вера от Писания. Ну, мне кажется, тут есть что-то сказать людям. Кого-то комментарий может какой-то будет, пообщаемся на эту тему. Как четко, ясно говорит толкователь и Господь здесь, что вера должна быть от Писаний, то есть настоящей веры по Писанию. Эту веру никто не сможет опровергнуть. Допустим, когда веришь по чудесам, тогда ты очень стоишь как вот по краю лезвия идешь, ты легко можешь соскочить, потому что ну увидишь ты больше чудеса и что теперь, тогда вера твоя пошатнется. Или если веровать, знаете, как еще бывает вера, рациональная такая, чисто, ну что вот такая вот материстическая она такая больше. Я знаю таких верующих, вот Сергей Кудеев такой вот, вот он в Писании, что не сходится с Писанием, в принципе наука, что сейчас как бы ему кажется доказала, то он как бы говорит, что тут Писание надо понимать так образно, то есть это образом весь отвергает он. Хотя я знаю он многих конечно людей из атеизма привел все-таки, потому что он в этой варится в этом. Ну вот он разговаривает со всеми как-то не языком Писания, а языком науки, такой научным языком. Но это все все равно шатко, это все не так, не такая вера. Вера должна быть в Писании, а от Писания это значит от слов Писания, от слов это значит от смысла в слов, то есть смыслы, которые там указаны, являются непереходимыми. То есть ты если веруешь, то тебе невозможно этого сбить. Никакой там сектант или какой-то там мусульманин или какой-то атеист и они собьют просто с этого, потому что веруешь в слово. Многие в православии веруют по причине знамений, но они встречаются, встретились там, пусть не было детей, приехала мощь Матроны Московской или они сами приехали туда, побои, постояли, помолились, потом мощи, потом дети появились. То есть Бог разговаривает по сути через даже чудеса, Он говорит, что вот здесь ищи здесь, вот в этой, где ты нашел. То есть было исцеление тебе от Бога в православии, потому что Матрона там православная, там ищи. То есть видать по-другому вообще никак не привлечешь человека, если не начнешь таким образом действовать в эту степь. Но и тут священники должны указать на Слово Божие, чтобы человек самостоятельно уже мог действовать. Но никто не указывает, так и остаются в неведении. Реально в слепоте ведь пребываешь. Вот реально я по себе скажу. Пребываешь в слепоте, ты не знаешь, за что зацепиться. Читаешь, допустим, Игнатия Бринчанинова, наполняешься там полностью благодатью такой, вот от него переходит этот дух в чуть ли не райское состояние. Но потом проходит, ты потом следующее читаешь, еще святого отца какого-то читаешь, тут какого-то священника послушаешь, и системности в голове никакой нету, нет такой твердости, что точно надо придерживаться. Думаешь, тебе приходится либо ты полностью садишь на святых отцов, но тогда тебе надо уходить в монастырь, потому что в основном все там оттуда. В жизни ты не видишь никаких, не сходятся в миру жить, то есть никаких нет наставлений, по сути правильно как жить в миру наставлений только Игнать Тихонович дал нормальные, которые чтобы сохранить, а там этого нету, и ты в итоге шатаешься туда-сюда, описание дает тебе как ты должен жить. Никто это вот не насаждает в церкви, не реально не насаждает. Цветы и отцы стали выше, чем даже Слово Божие. какие-то еще может есть у кого-то комментарии? Павел Альтер есть что добавить? Олег, Криш, ну ладно, сейчас спроси, там кто, если никто, я хочу тоже. Давай, 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 говори. 5 копеек. Игнать Тихонович показал-то показал, но понимаешь, вот эта уникальная ситуация сложившаяся, 90-е, там, 2000-е годы начало, ну и сейчас ее очень трудно, как бы, я не знаю, по-человечески это трудно повторить, что ли, так скажем. Вот эта ситуация, я имею в виду то, что он как бы не в патриархии находится, понимаешь? То есть и поэтому у него свобода такая, и свобода у общины, и там, во всех вот этих движениях. И вот, и он сам об этом постоянно толдычит. и наставление дает одно из базовых наставлений, когда его не будет, не соединяйтесь с этими волками в овечьей шкуре, так скажем, мягко говоря. Так что, ну вот, то есть это, кто, ну кто это сможет еще так, не знаю, я просто, у меня глубокие сомнения по этому поводу. Это именно Божья рука, видно, что Господь так сделал. Ну вот, вот так. То есть внутри патриархии это все, это все преследуется яростно. Если уж они головина и ему подобных, вроде бы там не совсем по Писанию это преследуют, так что-то, непонятно. Дорогу им перешли по деньгам и получают по шапке. А тут, когда ты по Писанию постоянно, все, ты сектант, они тебя сразу, сразу ярлык ставят, печать на тебе. И именно когда ты со священным, ну, священным писанием говоришь, они тебя сразу припечатывают, ты протестант, отойди от нас. Мы с тобой не хотим знаться. Ну вот это из опыта, как бы, я не знаю. Ну вот, да, и Бог вот за все вот эти старания Игнатия Тихоновича, сколько он положил, дал ему в конце жизни как бы в виде епископа Сергия Иванникова, отдохновения как бы от этого, да, в конце жизни, как бы, можно сказать, сколько было епископа? Это какая-то игра, извини меня, Вячеслав, это просто игра и дали какое-то особое поручение этому епископу. Я не верю ни этому епископу никому. Просто он лояльно относится и все. Не более того, да, мило улыбается как бы, да, и все, не более того, а сам свое дело делает там. То, что книги там он им дал, это все, знаешь, такое. он защищает еще. Ну, дай Бог, дай Бог, это, нет, это, безусловно, какое-то тоже беспрецедентное явление, просто тоже милость Божия, я с тобой согласен. Да, это, ну, видишь, это вот, как бы, да, ты правильно сказал, что это особые там девяностые года и особые, тот особый, здесь особый, все особое, но, видать, если действительно человек Богу кладет жизнь на Бога полностью свою, то Бог и создает эти особые все условия и в любой момент он их создаст. Для именно человека. В этом есть что-то, да, потому что Игнат Тихонович реально он полностью отдался, это мы все свидетели этому, многочисленные свидетели, и Господь ему, он, как Господь сказал, испытай меня, испытайте меня и увидите как бы обратную связь от меня. Вот Игнат Тихонович во весь рост это сделал. Ну, даже враги это, не могут отрицать, вот именно. Седьмая глава, 39 стих. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не его прославлен. Сие сказал это вот о воде, которая потекут из чрева, из чрева, о реках, толкование, евангелист, объясняя, что такое реки воды живой, говорит, что сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было Духа Святого. Здесь спросит иной, как евангелист говорит, что не был Духа Святого, то есть дано, разве пророки не Духом говорили и апостолы как совершали чудеса? Отвечаем, бесспорно, пророки говорили Духом, но благодать ее прекратилась от земли, удалилась, хотя она действовала во время пророков, но в то время, когда и Христос действовал воплоти, за недостойность народа пророчество не являлось, и благодать не присутствовала в освятилище и в храме их. Вот это да. А как действия Духа тогда не было, и оно еще имело быть дано, еще имело быть дано, посему и говорит, что Духа Святого еще не было, то есть он не обитал между иудеями и не проявлялся в действиях. Что касается до апостолов, то они совершали чудеса не Духом, но властью Господа. Ибо слушай, что говорит Евангелие, намолеваясь послать их, он дал им власть, а не Духа Святого. Почему? Сколько они не совершали чудес, они творили их не Духом, но властью и именем Господа. Когда же он воскрес из гроба, тогда сказал им, примите Духа Святого. Вот я от себя добавлю, я это как представляю, что властью. То есть, когда ты как по Духу Святого, ты чувствуешь, что внутри тебя это еще действует. То есть, ты как бы еще... а тут видать, ты как бы властью просто, ну как бы, именем Иисуса Христа встань там, да, и хоп, встал. То есть, ты сам внутри себя, ты еще не изменился, ты еще не такой, ты еще такой, как был, и ты властью просто делаешь это. А когда Духом, что ты внутри уже изменяешься, изменился. Я так представляю почему-то. То есть, ты как бы уже чувствуешь, как через тебя все это Дух делает. И в Пятидесятницу сошел на них Дух Святой. День 24. И иначе, сила Духа и прежде Креста была в пророках и апостолах, но не так, как после Вознесения, то есть, не так щедра и обильна, чтобы сравнить ее с реками. Посему Евангелий справедливо сказал, что еще не было Духа Святого, то есть, излита в таком обилии, как впоследствии. Хотя он был и прежде Крестом, но не в обилии, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь Евангелист славу и называет Крест, потому что Господь Крестом не зверг мучителей и воцарился. Посему, когда еще ни Крест не был водружен, ни грех упразднен, ни природа нашего Христа не победила мир и не примила их с Богом, естественно, не был дарованный и обильный благодать Духа. Ибо нужно было нам прежде садиться друзьями Богу, а это совершено через Крест, потом уже получите дар Божий. Подобно, как и в мирском быту, прежде человек делается другом царя, а потом получает и дары. Итак, благодарение Богу, который излил нас такую обидную благодать, какой не имели пророки. Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли он и другим, а апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей. Да, вот здесь мы увидели разделение вот это, то, что как действовали апостолы, как действовали, когда уже потом Дух сошел на них. То есть, это разные действия. Обильная благодать уже после воскрешения в день по Пятидесятнице излилась. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 40-43 стих. Многие из народа, услышавшие все слова, говорили, он точно пророк, а другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Гирилеи Христос придет? Не сказали в Писании, что Христос придет от семьи Давидова из Ефриема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем расприя в народе. Толкование. Престыженные смелостью речи одни из народа, а не из начальников, ибо начальники по зависти всегда были против него, исповедуют, что он есть тот пророк, которого ожидают другие из числа неученых и нерассудительных, говорили, что он Христос, не понимая, что Христос и тот пророк это одно и то же лицо, они разные. Более неразумные говорят, что Христос придет не из Галилея, а из Вифриема, от семьи Давидова. Но они говорили это со злым умыслом, а не как Христос, и они говорили, может ли быть, что добрый из Назарета, но говорил, как человек сведущий точный в законе, пусть они и не знали, что он из Вифриема, но как им не знать, что он от семьи Давидова, ибо Мария, очевидно, вела род свой от Давида. Отсюда открывается, что они говорили так злонамеренно, растая произошла в народе, а не в начальниках, потому что начальники держались одной мысли, чтобы не принимать его за Христа. То есть начальники, священники держались этой мысли, чтобы не принять его за Христа. И уже из этого все исходило. И поэтому вот какую ты мысль держишься изначально, то под это будет и вся интерпретация идти после событий. Ну, допустим, чудеса сотворил, это же отрицать невозможно, невозможно, сладно, силу бесовскую сотворил. Говорит, что прощать грехи невозможно, невозможно, просто богохольствует. Ну, то есть все в одном свете. А все из-за главного решения не принять его за Христа, потому что он отнимет их власть. То есть они это почувствовали, но они его не приняли. в этом-то все и лукавство, что принимается вначале что-то, а потом уже на основании этого все подгоняются факты, аргументы. А мы же должны действовать наоборот. Мы, если и знаем точную истину, вот слово Божие нам говорит, каноны церкви, то мы это уже принимаем, и уже все остальное из этого исходит. И тогда оно в правильном свете все высвечивается. А многие вещи, которые ты еще не знаешь, конечно, надо изучать. Но многое просто принять на веру, и тогда после раскроется. Ну вот, допустим, вот у меня жена даже платок одела когда еще, а сейчас раньше, когда она без платка, ну люди и все так, волосы открыты, и красить надо, да, там. Старость наступает, красить надо, красить лицо надо постоянно, там, мучаешься из-за этого, волосы там мыть каждый день надо, там, чтобы они там выглядели как-то. Но тут платок одела, и все, и ничего не надо, и лицо не надо, крашеное, но и хуже наоборот. То есть, и сейчас она и думает, что как это, что гораздо лучше. То есть, просто люди сами себя мучают, страдают от этого, занимаются ненужными абсолютными делами. Дьявол их это, увлекает в это. Там ногти всякие наращивают себе, занимаются целой индустрией на этом построенном. Смотрят видео, я смотрю, там у нас на работе. Всякие постоянно ролики, ролики учатся, как там ногти, другу показывают, там когти свои, как горгули ходят. то есть, пустое, пустая, в принципе, ничем. То есть, животное в сто раз лучше, животное занимается хотя бы делами насущными для своего животного. А это даже дела, которые не насущны для человека вообще никак. Вот, по поводу красения я в апостольских постановлениях интересное нашел. Может, отчитывал, но еще раз зачитаю, чтобы запомнили. Не подражайте таковым женщинам вы христианки, но если ты желаешь быть верным и мужественным, то старайся нравиться ему одному. На улицах покрывай голову свою, ибо через покрывал ты не попустишь смотреть на себя слишком любопытно. Лица данного тебе Богом не расписывай. Ибо в тебе нет ничего такого, что нуждалось бы в украшении, потому что все, что только создал Бог, весьма хорошо, а безмерное украшение хорошего бесчестит дар художникам. Вот так вот. Путь свой совершай, смотря вниз, покрытую головой как приличной женщине. Еще раз координаты скажи. координаты чего? У этого высказывания. Что это, правило, неправило? Апостольское постановление, сейчас скажу. Это я нашел в апостольских постановлениях. Это такая есть, неизвестно кому принадлежит, но многие святые ссылаются на него. до Типса четвертым, что ли, веком. Но это согласно. По бороде там еще вот сказано. Не должен также и на бороде портить волосы, изменять образ человека вопреки природе. Не обнажайте, говорит закон бород ваших, и бы сию есть быть без бороды. Сознаете Бог, сделал пригодным для женщин. А мужчину призвал он, признал он непристойным. Тоже обнажающий бород свою, чтобы нравиться как воспротивляющийся закону, мерзок будешь у Бога, создавшего тебя по образу своему. Постановление апостольское, издание, Казань, 1864 год, за страниц 6. А в смысле обнажающий бороду? Ну, в смысле бреющийся там до подбородка, что ли, или что? Ну, не знаю, наверное, подстригающий даже тоже. Сейчас, сейчас, так, как там сказано? У меня вот написан не должен, так же и на бороде портить волос. Видите? То есть не обнажай, ну, это то, что вообще не трогать, не обнажайте, значит, не трогай. Ну, потому что, видишь, это хуй, творца, бог так устроил, а ты говоришь, то есть бог сказал, это весьма хорошо, тот же говорит, и это хорошо. И увидел бог, что это хорошо, то есть, это хорошо, бог уже это назначил, а мы говорим, а нет, это нехорошо, мы будем по-своему делать. Мы хулим просто, творца этим самым. Ну, то есть, ты, да, вот ты говоришь про жену, ты у нее еще обратную связь брал уже, да, она тебе говорит, как ее отзыв там о том, что с платком ей хорошо, там комфортно. Правильно, мы же общаемся. Конечно, да, я и сам вижу, и так и спрашиваю. А краску она ложит там на свое лицо? Нет. Респект. Ни краску, ничего. Но это не надо, и так, там другое, главное, образуется, сказать, другая красота, другое свечение у женщины, другое. Человек по-другому начинает. Да, это однозначно, у любого вменяемого мужчины, даже если он не христиан, христианин, я общаюсь же тоже, спроси, какая тебе, ну, какую ты выберешь в жены себе? Та, которая размулеванная или лицо вообще абсолютно чистое? Ну, практически все говорят, конечно, чистую выберу. Так что, так что вот это, они-то любят, а, да мы ради мужчин, чтобы вам нравится, как бы, да, так вот, услышите, что же мужчинам-то адекватным, нравятся чистые лица ваши. Обратная связь. Вот это только светлое чувство вызывает, вот покрыто идет, у тебя никакой скверной мысли в голову не может прийти, при виде нормальной женщины. А при такой, пожалуйста, это она все делает для этого. Вот даже в джинсах, да, люди ходят, женщины, это все равно, что голый, вот отличие только в том, что цвет другой. Джинсы обтягивающие, все видно, все открыто. Отличие от головы, вообще никакой нету, кроме того, что цвет просто там синий. То есть, это позорно вообще, позорно ходить, абсолютно, в такой одежде. Ни себя не уважает, ни кого. Седьмая глава, срок четвертый по 46. То есть, стих. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к миросвященникам и фарисеям. И сие сказали им, для чего вы не привели его? И служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Ну да, даже служители удивились. Никогда, говорит, человек не говорил так, как этот человек. Толкование. Более умеренные в злобе противились славе Христовой, только на словах, а более бесстыдные хотели руки наложить. Однако же, божественная сила невидимо удерживала их. Посмотрим, что отвечают фарисеям служители, посланные за тем, чтобы привезти его. Они очень благоразумны. Фарисеи считали себя мудрыми, читали Писание, и чудеса видели, но восстают против Господа, и как разбойники спрашивают, отчего вы не привели его? А служители убедились одним учением, без знамений. Так они были удовопреклонны к добру. А что они пленились не знамениями, а одним учением, что важнее, это видно из следующего. Они не сказали, никогда человек не чудодействовал так, но не говорил так. Так они были готовы быстро к принятию слова спасения. Но нужно удивляться не одному только благоразумию, но и смелости. Они не робеют перед яростью фарисеев, не унижаются, как служители, не говорят в угоду своим начальникам, но свидетельствуют об истине. Им должны подражать все стоящие под властью начальника, и не слушать их, когда они приказывают что-либо несправедливое, как случилось и при Сауле. Он, вопреки закону, приказывал умирить священников Божих, но предстоящие не послушались и не сделали по его воле. А те, кто послушались, сто процентов это оправдали такими словами, что это, ну, смирение, послушание. Еще послушание окажу. Выше поставим олитру. Да. Давай о слове поговорим, о силе слова. Давай, давай. Вот Гитлер, кто там оратор это, которые на слуху известны, говорят, был очень здорово, говорил этот Троцкий, Лей Бабранштейн, Лев, Лев Троцкий, там, у него псевдоним, потом кто. Ну, Игнатий Тихонович тоже много раз рассказывал, когда он той же электрички, там, я не знаю, в поезде или где-нибудь, там, в советское время экскурсии, где проводились, там, храм Василия Блаженного, открывал свои уста, начинал складно говорить, и люди как завороженные. Вот именно слово, гармонично истекающее из уст, вот, оно очень сильно действует на словесного, ну, на человека, на словесное существо. Ну, это факт. А тут, тем более, само слово, которое все сотворено, Господь, слово, царь царей, когда он говорил, ну, там, наверное, так слово его действовало просто. Ну, это, это невозможно даже высказать словами, нужно просто быть свидетелем, нужно было бы быть. Хотя оно и сейчас вот действует, опять же, да, из уст. Еще Игнать Игоревич обращает внимание, что и Данил Сысоев тоже на это внимание обращал, говорит, обязательно нужно стараться цитировать слово, когда ты его говоришь, постараться прям близко к тексту, самое идеальное, как вот в самом тексте. И тогда оно очень сильно действует. Ну, это вот такие мысли мои по этому поводу. Да, 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 да. Это лучше, чем любое твое слово будет, если его процитируют. Оно имеет какой-то эффект неизвестный, такой, действующий. И притом действующий обоюдоостро, то есть одних ожесточающий, а других наоборот обращающий. Потому что я знаю, часто говоришь слово и цитируешь, и озлобляются очень часто, наоборот, еще сильнее люди. они говорят, ну что ты цитируешь, ты свое скажи мнение, свое, что ты, все. Сегодня вот даже тоже дедушка, ну сегодня баня у нас, он говорит, жене, говорит, моей, помой эти, там, тазы, тазы, да. Ну тазы-то там, что они, тазы есть, тазы, их мыть, ты даже не надо, но хорошо, она говорит, хорошо, я говорю, она все помоет, но только это завтра, это сделать, сегодня она мыть не будет, сегодня воскресенье. А почему, говорит, почему, я говорю, ну мы христиане, а дедушка-то мусульманин, как бы сейчас считает, бабай, по матери, по матери линии. Он говорит, а как так, что говорит это, а в на, о чем негрит тогда делать, я говорю, я не знаю, что у вас там, пятница там. Нет, говорит, это ты по-своему все, толкуши, я говорю, нет, это воскресенье, работать, зачем работать, то, что можно делать в будний день. Ну и прям язнобес, не усилился, он прям разозлился, так что там газеты скинул, и прочее, прочее. Стал там на бабушку, что-то гнать. Ну вот интересно, что именно, вот надо ждать, ждать, ждать этого момента, и в выходной день выбрать, что-то предложить. Ну, видишь, тут я не знаю, насколько правильно вы сделали, потому что бывает и воскресенье, ну, даже взять у того же Лапкина, да, какие-то вещи делаем в воскресенье, ты никак их не можешь не сделать, понимаешь, старший сказал, сделал. Тут такое, я не знаю, брат, ну, здесь ты видишь, какие плоты, здесь ты видишь, что, здесь ничего не надо это делать-то, на самом деле, это, ну, нет никакой нужды в этом, просто никакой, обычные тазы, ничего там нету, то есть, есть другие тазы, да, ну, то есть, это именно повод, уж понятное дело, что вначале я подумал о том, есть ли нужда в этом или нет, если бы там не было, там действительно нужда, то понятно, но тут никакой нужды-то нету. Ну, я понял, это как бы, а с другой стороны, это повод такой, чтобы засвидетельствовать лишний раз, сказать, что, да, дедушка, ты как бы, дедушка, все, почитаем мы тебя, но Господь выше, и так далее, ну, с этой стороны тоже может быть. Нет, ну, и потом это было, проявилось его, то, что он, где он стал говорить, хотя мусульманин, где Бог, где Бог, где, говорит он Бог, я говорю, где везде, он говорит, во мне Бог, получается, тоже, то есть, ну, и такая, неверие, что неверие, это то, что, про мусульмане, вот в Казани, точно такие же, как и православные, они не верующие, на самом деле, ну, просто по традиции, то есть, просто идут, и все, редко верующих-то встретишь, мусульман, потому что верующих-то мусульманин, тут легко общий язык не найти, в этом деле-то. Ну, вот интересно, да, перед священниками возвратились к служителям, ой, служители возвращились к перед священникам, и уже они такие дерновенные, ему ответили, никто, говорит, никогда не человек так не говорил, как этот человек, то есть, они наполнились, видать, силой, вот это слов его, что уже могли своим начальникам так ответить, вот правильно заметил евангелист, толкователь-то. Так, время 13.02, я сегодня поменьше хотел, потому что в 14.00 Сергея должно начаться занятие, но вот несколько канонов хотел разобрать, по поводу мы остановились, там, на каноне, в 12-м, что ли, в 11-м, ну, вот мы хотели разобрать по поводу священников, какие степени неизложения священников есть, вот сейчас почитаем, чтобы это знать, просто навсегда запомнить. Основатель церкви, упомянув средства, которые должен употреблять для исправления преступающего закон, добавил, что в случае упорства, его следует лишить общения с церковью, исключить из церкви, считать чуждым ей, то есть от любого человека. В лишении общения с церковью, состоит, следовательно, последний, и потому самое высшее наказание, то есть самое высшее, это общение с церковью, отмечение, которое церковный суд может налагать на лиц, преступившие законы. Под именем общения, разумеется, все права, получаемые человеком, со вступлением его в церковь, и в частности, право пользоваться благодатными дарами церкви, из которых высшим является таинство, причастие святого. Эти права принадлежат каждому члену церкви, без различия положения, занимаемого им в ней, если только он исполняет все предписания церковных законов, и общество, пользующиеся всеми этими правами, называется общество миря. Вот это интересно, да? Что? То есть, права принадлежат каждому члену церкви, без различия положения, занимаемого в ней, если только исполняют все предписания церковных законов. Вообще никаких у нас Полоин не соблюдается Но пользование Происходит Но в церкви существует кроме мирян и духовные лица Через которые сообщаются Благодатные дары Мир тебе Владимир И которые по своему высокому положению в церкви Пользуются сверх прав Принадлежащих всем остальным ее членам И некоторым особым правами Корпорация духовных лиц Которые эти права принадлежат Называется обществом духовным Как в одном, так и в другом обществе В степени прав, в котором пользуются их члены Различны Некоторые из этих прав главные А некоторые второстепенные В связи с этим При нарушении установленного закона Преступники лишаются своих прав Прав в определенной последовательности И чем более нарушение закона Тем более теряется прав И тем больше церковному наказанию Подвергается преступник и наоборот А так как сущность каждого церковного наказания Касается ли оно верующего мирянина Или духовного лица Состоит в лишении общения То есть и степень наказания Будет зависеть от большего Или меньшего лишения общения Которым он пользовался Впрочем, здесь надо иметь в виду Субъект преступления Если он принадлежит к чину мирян То наказания бывают одни А если он принадлежит к членам духовенства То наказания бывают другими Это обуславливается положением Занимаемым в церкви теми и другими мирянами духовенством Самое высшее церковное наказание Которое может подвернуться духовное лицо Это лишение священного сана А самое высшее наказание для мирян Отлучение от церкви Этому последнему духовное лицо как таковое не может подлежать, а если и подвергается, то лишь после того, как извержение сана перейдет в разряд мирян, и уже в качестве мирянина совершит преступление, ведущее с собой это высшее наказание. Но принадлежа к лиру, за такое же преступление духовное лицо будет наказано лишением сана, то есть высшим наказанием для духовенства. То есть священника нельзя отлучить от церкви, пока он священник. Вот хоть какой он грех совершил, самый тяжкий вообще, самый-самый-самый тяжкий. Первое это, то есть наказание, которое можно за этот грех поднести, это только лишение сана. Если когда он уже в разряды мирян пребывает, и он совершит этот грех, вот тогда так уже его можно только отлучить от церкви. Два наказания за один грех не бывает. Причина этого выражена в 25-м апостольском правиле, где упоминается местное священное писание «Не отомстите, два же за единых». И Василий Великий разъясняет также в своем третьем правиле, говоря о диаконе, который приступит к закону, что его должен шить сана, но когда будет низвером на место мирянина, то не должен лишать общения. Так как существует древнее правило, что извергаемые из своей степени должны подвергаться одному только роду наказанию. Причем древние, как я полагаю, следовали тому закону не отомстить дважды за одно на ум 1.10. А также по другому соображению, а именно, что низвержение с известного места мирянин вновь принимает на то же место, а диакон раз навсегда подвергается наказанию извержения. Почему и ограничились одним этим наказанием? Так как сам диакон никогда не возвращается ему, и совершается это по уставам. То есть низверженный священник уже и обратно священником стать не может, получается. Получается, вот я встретил этого Игнатия, который сейчас епископу и в аэропорту, и он мне говорил, что отца Владимира, говорит, восстановят, сейчас утишатся. То есть он не знал просто, получается, не знает, что нельзя восстанавливать уже изверженные саны. А тут не в этом дело. Они поцеловали и поставили на полочку давно, мягко говоря, по словам диакона Андрея Кураева. Поставь, говорит, а, поцелуй и поставь на полочку. Церковь давно уже забыла все эти правила и не руководствуется ими. Так что, не в отношении мирян, не в отношении священников. Просто идет обычное, ну как, все на самотек, или как это сказать? Ну, от себя тяна. Да, от себя тяна. Единственное, что просто вот этот Господь терпит долго, 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 и в итоге ему придется вмешаться во все это. Ну, настанет момент все равно. Однозначно. И этот, самое главное, что, вот допустим, Владимир Главина лишили, да, сана, он-то, ну, как бы, сейчас в разряде мирян. То есть у него никаких, то есть он, на самом деле, как бы, еще большую свободу получил. То, что он хотел, чтобы он не служит, все, не служит. Вот. А когда его лишали сана, то есть они сразу приходят к этому по канонам. То есть сразу какие-то каноны подтягивают. То есть они сами никакие не соблюдают каноны. Но когда надо лишить сана, они сразу подтягивают. И такие смешные каноны подтянули. Допустим, канон. Священник ничего не делает без епископа. То есть вот он этот канон нарушил. Ну, это вообще, я по толкованию, если читать, это касается чисто, оказывается, священник не может никого лишать церковного общения. То есть накладывать вот эти наказания, которые не предусмотрены канонами, без епископа. То есть вот это что касается. И церковное имущество это касается, и все. Ну, то есть притянули, когда надо, они притянут каноны. Когда не надо, не надо их. Ну, это получается, значит, они знают каноны. Но не хотят их исполнять. Ну, как знают. Они раз, открыли, пошли в книгу. Это как сатана искушал Христа. По Писанию искушал. Все, взял, подтянул Писание. И тут эти также ничем не отличаются. Да, подтянут просто, и все. Там ты весь в беззаконии, когда... Там, понимаешь, выгодно, дьявол всех держит. И архиереев, и священников в полном, как бы, нарушении канонов. Постоянно пребывают они в этом. И поэтому, когда архиерей захочет, он любого священника может сразу на основании канонов низвергнуть. Ну, сразу же. Потому что он пребывает просто в этом. Он захочет, скажет, а, вот, рукоположен, даст за столько лет, и извергнет его, к примеру. Это очень выгодно. Это как выгодно тоже, вот, для дьявола вообще, и для ленивых пастырей, для ленивых мирян выгодно пребывать в состоянии невидения. Приходишь в храм, постоял, исповедовался, причащился, все, идешь как будто в рай. И этим работать не надо, деньги постоянно идут. То есть, и людей устраивают, что им тоже особо-то не надо париться. В принципе, сходил в храм, заплатил, участвуешь. Все такая спокойная, мирная жизнь у тебя, да. Все спокойно, ищешь покоя душевного. На работе, как бы, все хорошо у тебя, честно. Как бы, работаешь спокойненько. Все, никому не говоришь. Никто, мало кто знает, что ты христианин. Ну, если спросят, скажешь, я христианин, вхожу в храм. А вот если кто-то будет что-то тебя подвигать на это, вот тогда все лютают, этот дьявольский ты вылезет. Если будет кто-то тебя, такого человека, подвигать на какие-то подвиги, христианские, вот тогда тут и полезет все это. Злость. Скрытая. Чтобы люди ничего не знали в Писании, это очень выгодно нерадимым пасторам. Потому что это меньше вопросов, больше доверия к ним. Так. Ну, здесь все понятно, да, по наказаниям, мне кажется. Пойдемте дальше. Понятно, что ничего не соблюдается и просто грядет, как Игнать Тихович постоянно говорит, на всю Вселенную возьми. Больше ничего не понятно. Двенадцатое правило святых апостолов. Аще, кто из клира или мирянин, отлученный от общения церковной или недостойной приятий в клир, отшед в ином граде, принят будет без представительной грамоты, да будет отлучен и приявший, и принятый. Ну, то есть, если должна быть грамота у человека, в этом правиле речь идет прежде всего об отлученных вообще, а затем о таких мирянах, которые недостойны духовного сана. Об отлученных мы уже говорили в толковании 10 правила. Относительно мирян, желающих тупить клир, были подписания божественного права, а именно, таковых належало прежде строго испытывать, насколько они ревности будут учить народ. И вследствие чего поставлять только тех, которые от юности умудрены были в христианской науке. А у нас сейчас наоборот, берут прям вот, который прям самый, он там алкаш, он там бывший наркоман, игроман, он ничего не умеет, ничего не может, зато вот хочет быть священником, идет и его берут. Я просто знаю это лично. Строгость этого правила, обуславливающейся возвышенность самой священческой службы, часто имела последствиям то, что некоторые не могли быть сразу достойны рукоположения. А рукоположение откладывал до тех пор, пока подлежащие епископы не удостоверялись совершенно в полной научной подготовке и качестве лиц желающих тупить клир. Недовольные этим, многие обращались к епископам других епархий и принимались ими. Против подобного непорядка и направленных апостольских правил воспрещаешь епископам принимать как самовольно являющихся к ним клириков, так и мирян, желающих принять священство. Правила повлияют в таких случаях отлучать от общения с церковью не только тех, которые самовольно являются к другим епископам, но и тех епископов, которые их принимают, в избежание для последних строгих последствий этого правила и для поддержания между ними братской взаимностью установлены представительные грамоты, которые должны выдаваться епископам, как лирикам, так и мирянам, отправляющим в другие упарки. Без такой грамоты никто нигде не может быть принят. Ну вот это правило, естественно, у нас не соблюдается, тоже никаких грамот ничего не дают. Отключен, не отключен, пойдешь, там, причастившись в другом храме уже. Понятно. Ну вот это правило, это запрещает. Я даже не знаю, они там грамоты вообще какие-то выдают, если придешь за грамоты о том, что ты не отлучен. Не знают никто? Не было такого. Никто не спрашивал. 13 правило. Это правило действует у старообрясов, не у наших прихода православных. Так у нас никого не отлучают, да. У нас наоборот созывают. Все к причастию. У нас ты, если будешь хорошо знать Писание, тебя еще скорее отлучат, чем того, кто ничего не будет знать, просто придет и причастится. Ну да, скажи, слишком умный. Да. Или, как мне сказал, тоже Игнатий, говорит, усып и строги, потому что тебе, говорит, батюшки есть, не допустят. То есть без усов-то они допустят, а с усами могут не допустить. Так, ну ладно. Аще будет отлученый, да продолжится ему отлучение, яко солгавшему и обманувшему Церковью Божию. Это правило является продолжением 12-го, вследствие чего? Так, оба они соединены в одно, то есть в латинском. Предыдущее правило говорит об отлученых вообще, а затем о мирианах, которых, хотя и не достойны священносткой санны, но не отлучены от церкви. В этом же правило говорится о рукоположенном, и уже после того, как отлученном клирике, который, будучи отлучен своим писком, будучи недоволен этим, отправляется в апархию другого епископа, который, не зная об этом отлучении, принимает свое видение. Да, правило предписывает, что отлучение такого лжеца и обманщика продлится и дольше. Да. Правило имеет в виду здесь тех духовных лиц, на которых воспрещают священодействовать, налагают лишь временно. То есть есть еще такое наказание для священников, это воспрещение священодействовать, то есть временное. Тоже у нас много таких. И такое вот это запрещение может снять с вином лишь тот еписк, который его наложил. Ну, представляете, как сейчас епископ, допустим, да, который, ну, нечестивый, он наложит на тебе на священника, и все, только он и может снять. Но если он умрет, то может другой снять, я насколько знаю. И собор, по-моему, может снять, собор если умрет тот еписк. Вечта у меня вопрос такой. Да. А ты подскажи, может, в канонах где-то встречал, что отлучение от Евхаристии может, ну, священник отлучить от причастия. Ну, тут много таких канонов-то. Насколько я знаю. Сейчас. Сейчас. Отлучать от причастия тут же священник не отлучает. Тут просто на основании канонических правил. На основании канонических правил просто это происходит. И священник это просто объявляет, по сути. Потому что это уже... Вы имеете в виду, как-то не связано с канонами отлучить смысле? Не, ну, я имею в виду, допустим, священник говорит, я тебя вот не допускаю до причастия. Я спрашиваю, а причины какие? Ну, просто не хочу, и все. А так нет, не может. Ну, а если бы он сказал, вот, такой-то канон там, ну, понятно, тут вопросов как бы нету. А тут сразу вопрос закрадывается. Имеет ли право священник так делать? Не имеет права он так делать. Нет никаких оснований. Тут нет такого просто... Я прошу прощения, епископ отлучает, а уже... Ведь священники, они власть эта своя не имеют. Епископ им дает власть совершать таинство там и все остальное. То есть все равно, если священник тебя отлучает, об этом как минимум должен знать епископ и добро на это отдать. Сам по себе священник не имеет права отлучать. Без ведома епископа. Ну вот, да, и вот это правило, которое вот Главина-то отлучили, лишили сана, именно вот об этом-то и гласит в толковании, что священник не может ничего сам делать от себя. Я сейчас просто найти не могу, я не помню, как она. Вот, пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего не до совершают, ибо ему верены люди Господни им вода соответствуют в душах их. Зонара толкует. Пресвитеры и диаконы, стоящие под властью местного еписка, не позволительно делать что-либо самим по себе, например, подвергать эти пяти имени и отлучать кого-то, и когда хотят, или разрешать отлучение, или уменьшать, или продолжать, ибо это принадлежит архиерейской власти. И если не получат дозволение от епископа, ничего подобного делать им не дозволяется. Ну здесь, так я смотрю, даже епископы не имеют права налагать. Нет, нет, ничего, они не могут тебе запрещать ничего. Если ты видишь, что вопреки Писанию что-то начинается, ты должен пойти с епископом обсуждать этот момент. Ну понятно, они сейчас, как сказать, ну вот так. Понятно, что он вопреки Писанию тоже будет тебя, но это уже другое дело. Но вот так по правилам нужно идти к генералу, так скажем, и с ним разговаривать. Если видишь, что офицер, ну образно говоря, да, превышает полномочия. И еще даже, как вот мне тоже говорят, это мое личное, я говорю, объясните, почему я не... Это мое личное, я так решил, все, понимаешь? Что-то беззаконие, да. Вообще ужас какой-то. Это его личное как-то. Вот. Ну вот, смотри, вот тут он говорит, подвергать эпитемии и отлучать кого-то, или разрешать. То есть, допустим, пришел человек, у него аборт, да? Вот он не имеет права разрешать этот вопрос. То есть, этот вопрос должен быть все, вставать сразу и идти, то есть, по канонам идти. На епископа он не может допустить в таком случае. У него нет такого права. Это право епископа только. То есть, на исповеди он не может налагать эпитемию, да? Нет, он может на основании, как бы, он не может это сделать, как бы, в этот момент тебя не... Допустим, если у тебя действительно есть какие-то канонические препятствия, он не может себя своей властью допустить. Допустить не может. У него нет такой власти, в данном случае. А когда, вот, допустим, непонятно, вот как с этим, с Виталием-то, он свою власть применил, чтобы не допустить. То есть, тоже не может он ее применять таким образом. Здесь же все по правилам. Если ты по правилу делаешь, то тебе никак нельзя, потому что это епископы, это правило и установили, собственно. Это ты, то есть ты его отлучил, ты, то есть ты говоришь об этом, и епископу, это все епископу докладывается, я так понимаю. Если все законно, конечно. Так, ладно, давайте сейчас в 14.00 будет Сергей, сейчас помолимся и встречаемся уже у Сергея. Достойный всякого истины, блажите тебя, Богородица, пресноблаженная и пренепорочная, и Матерь Бога нашего, честнейшим хирургим, и славнейшим без сравнения серафим, без искрения Бога, Слово Родшио, сущая Богородица, тем нечая. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарим тебя, Господи, за наши занятия сегодня. Благослови и дальше надо заниматься Словом Твоим святым. И не дай нам уклониться и что-то вредно для нашей души приобрести, но дай нам пользу приобрести, чтобы мы могли послужить остаток дней для тебя, и чтобы каждое Слово Твое в нас проходило и в нас действовало. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос всех.